получил я такой вопрос написал отвечу на вебинаре что я вам должен ответить значит я всегда чтобы как-то немножечко приблизиться кисти сравнивать с людьми сравнивать с природой вот смотрите в школе я был особо ученик ну действительно так кто из вас ну вспоминайте люди старшего поколения помнит этот пример а я живу без памяти а отдельные случаи врезаются в память и так ловят зайца сажают в клетку и он там живет его кормят поят его ни в чем он живет может быть год может два потом его клетку открывает и говорят но на волю это пример хрестоматийный вот заяц пробегает 100 метров падает и умирает догадываетесь да пусть это не про растение почему он умер потому что он неестественных условиях жил потому что растренированное сердце потому что это самое потерял иммунитет так не так примерно то же самое может случиться при переезде на юг морозовских растений да снизится потом попробую знаете как к нам попались вишни их наука не внедряла я спрашиваю специально вы занимались вишнями многим всем вишнями нет нет слышала такого а остается вариант он очень правдоподобный не утверждаю а догадываюсь вишню привезли солыпинский переселился кто саденец прихватил плача в саду когда когда уезжал это надо на этот самый теплушки в сибирь или на дальний восток вот кто жменьку косточек взял посадил и прижились ведь и даже штамповая мощность он на дальнем плане вот теперь почему у меня деревья не погибает помните хрестоматийный пример с мичурином у него ну где он пусть это калужская область но извините калужской области это не было в таких садов роскошных вот как сейчас у меня в сибири или мичурин там много ну все шо с юга на север постепенно привыкала к северу да но однажды у него я за что купил зато продаю ему пришлось отказаться от жирной почвы а это один из факторов отрицательных то есть жирная почва деревья растут растут но мороз уже минус 30 уже могут и погибнуть а это калуга наверно там было и 35 а может когда-то и 40 в общем пришлось переносить сад мичурину на бедную почву вот так я к этому добавил еще что они отсутствие полностью ухода и довольно культурные растения в сибири могут выжить теперь переносим их на юг а нет комета с юга пришли чем там не жить потеряет ли морозостойкость да потеряет относительно и степень потери они не четко я сказал да но я же с этими дальше уже уточняю степень потери будет зависит от того что как дерево относится будете закармливать вообще потеряет поняли сделайте ему условия такие как более 90 как мичурин как железо еще и там могут жить вот вот так вот я примерно отвечаю теперь насчет гибридизации еще немножко дело том что у меня так получилось у нас закрыли дорогу черепушки черепушка живет пианист мой друг это как бы сказать как бы его я его называю так надеюсь жив здоровье в прошлом году было 83 года я все собираюсь ему съездить за желтой черешни желтой черешни у меня единственное дерево погибло вы увидели дважды видели его когда телевидение снимала лет десять двенадцать назад телевидение снимала вы видели как я угощал желтой черешни есть на диске или один или два то есть это документально это не то что я там как бекер лапшу решает вот и поза поза прошлом году фотографировал с сергеем последний урожай после она погибла вот она стоит вот это черешня за эти два года покрылась грибами только потому что она мертвая заметьте тут же рядом из земли торчат эти самые это сибирская штамбовая естественно обратите внимание никогда грибы на ней не поселится пока не начнет умирать и я жду я просто говорю вот пройдет год и вы мне скажете константинович ну че пожелтели или нет естественно что здесь листья красные должны быть она еще не плодоносила она когда погибла выбросила вот эти побеги ниже прививки вот пожелтеет есть гибридизация не пожелтеет нет гибридизации вспоминаем директора ботанического сада наука не поддерживает интересно я вот хочу чтобы у вас интерес возник вот к этой жизни к такой вот цыганской это слово вот поняли да теперь вот это вот чтобы до конца быть объективным мне представили такой снимок я протер глаза мимо я думал ё-моё ведь правда я утверждаю что нет в этой самой груши колоновидной а тут не только на рисунке вот она видите на рисунке колоновидная она еще и в натуре получается я вам голову морочил вот поэтому я вам сейчас вот что скажу это груша вот здесь когда если посадить она при этом почке она это самое корни у нее длинные вот обрезать ее бесполезно никто не обрежет она может дать несколько цветков вот отсюда да и только один год потом у нее пойдут боковые побеги она превратится вот такие в обыкновенной карлика есть возможность их отрезать и ждать что на 15 лет будет давать плоды на штаммы так полагается да эти вот эти мошенники они нашли выход а естественно что любая колонна начинает давать блоковедки любая подчеркиваю помните верховая почка замерзает и в Москве и в Питере и в Казани и в Савиногорске и в Приморье она замерзает а дерево растянуто даст побеги а их отрезать полагается так вот как бы не старались вырасти в этом виде колонны а все ее достоинство между расстоянием между почками очень близко 3 груши даст этом все или растите как обыкновенный карлик сверх урожаев как вот на этой снимке вот видите вот никогда вы не дождетесь о 15 годах речи нет год-два вот такие деревья в общем случае дадут 10 штук дослужит они того внимания дослужит они название колонновидное когда на колонне они расти уже не будут через год-два вы теперь думайте кто прав это не К2 это слива шикарная вот так Сергей ее ободрал почему чтобы дала побеги чтобы было откуда на следующий год брать черенки это просто один из примеров вот вот они обратите внимание если кто-то из вас достаточно опытен вы можете сказать нет нет и нет ни одного до сухой ветки все это было уничтожено по принципу здесь отрезали они же пойдут эти ветки на прививку то есть сад калечится разделить сад на селекционный и на маточный невозможно так теперь вот это вот почему я вот здесь показываю это очень толстые ветки вырастают да очень толстые я еще их могу привить так а вам высылать я вынужден вот эти части самая ценная часть вот это но это толщина и поверьте это толщина вот здесь побег два сантиметра вот это просто последний вот это два сантиметра если я вот тут отрежу вот это самая ценная часть вы меня потребуйте деньги обратно вот противоречие чем лучше дерево тем проблем больше создает опять опять плохо поэтому я еще раз показал тот же снимок еще раз вот привить лучшая каплировка невозможно сильно толстая для среднего специалиста почкой я это всех ругаю кто почкой привает но не отрицаю что питомники или будут почкой привать или закроются вот так вот вот еще одно дерево не выдержал да я хожу вокруг него хожу дело в том что мне его надо обрезать вот черенки уже никому не нужны я почему не стал срезать так ну и так сильно много нарезали видели вот столько не покупают и получается что его надо обрезать и сделать с него маточное дерево вот тогда надо даст черенки и правильно вот а рука не поднимается вот хожу вокруг него хожу и тогда что я придумал а вот это близко к теме предполагая что результат это это часть письма это вот от 0 до 100 процентов это он меня цитирует тоже что результат от 0 до 100 это когда межвидовые привыкли как мне добиться положительного результата чтобы привойные черенки абрикоса были совместимы с подвоем терна а хотелось бы получить ваши рекомендации советы поделитесь опытом владина вот и помните тот самый великолепный абрикос я сам глазам не поверил приходит снимок я вам показывал а в комментариях было написано привыка на терна он плодоносит а плоды по моему были по 70 грамм я еще говорил вспоминайте у меня памяти я не помню ни фамилии не примерно калининград примерно а там как раз проблема то с этими с подвоенными абрикосами с гниют чертой матери как многие считают ну хорошо давайте на терн если она получила результат на терне прекрасное плодоносящее дерево ветки опять надо на терн перенести а потом получить прирост и опять на терн я вам говорю это новое направление будет кто заниматься я не знаю вот вы хотели получить мои рекомендации мой совет первый если терн то он должен быть раз в три толще прививки абрикосовой тогда меньше обгоняет ну и соответственно быстрее урожай получить на второй третий год может получить первые плоды и главное что он успевает как бы сродниться а сродниться это когда абрикос благодаря подвоем менее рослому сдерживает свой рост так и абрикос терну какие-то качества передает тоже ведь нам же работает помните сейчас я вам скажу это тоже интересная вещь но полчаса осталось все это я конечно не расскажу ну что я надеюсь что расскажу тоже это не полтавня вот сегодня раздался звонок я лежу никому не мешаю после укола прихожу себя вот звонок за несколько лет первый звонок когда-то с дружил со многими на всякий случай все не говорю в общем крупнейший журнал так главный редактор он говорит вот передо мной статья вы даете 6 совет сейчас секундочку и вот он мне это очень важно потому что я дал 6 советов для тех кто хочет заняться с удовольствием причем естественно начиная с саженцев с черенков с косточек и вот он говорит вот один из этих советов звучит так значит ваш мне он непонятен а он главный редактор значит почему вы пишете что подвой и привой должны быть с одного сада и тут я ему начал рассказывать что такое это самое подвой с привой с одного сада это биологическая совместимость я даже пытался ему хоть тяжело себя чувствовал сказать что вот помните я напомню подвой допустим вы держит минус 50 привой допустим вы держит минус 30 привел одно на другое должен получить морозостойкое дерево а полон при минус 20 умер или вообще даже не родился мертвая привык послушал меня и говорит ладно то есть загрустил еще один говорит а это самое еще пример можете привести я говорю почему с одного сада есть такое понятие телегония значит это зачатие без не так это опыление без зачатия они начинают родниться друг другом по неволе приобретает взаимная эти как сказать ну родственную связь вот таким путем я говорю наука это не поддерживает тут он меня остановил вот и говорит а вы знаете а вы знаете кто у меня читатели вот кто остался это бабушки и дедушки вот им это не понять я подумаю стоит ли печатать вашу статью вот так вот а здесь ну что сложного второе третье поколения уже настолько сродняться что второе третье поколение что мы можем терн заменить на абрикос во многих регионах и морозостойкость обеспечена вот готовы вы заняться уважаемый владимир подумайте а первый совет главный подвой потолще так чтобы привить рассеб и чтобы все таки не он будет долго долго догонять абрикос потолщине подвой а насчет обгонять он уже подумает поняли да так про вишни еще дело в том что это сама меня задавает вопросы вопросы для того интересное вот один из них такой чем все таки разница между как корневой отводками и семенами чем лучше заниматься я сейчас уже столько раз говорила просто хочу два словах отечественной вебинаре у каждого свои достоинства корневой отводок он возьмет и раньше заплодоносится на него привить так то есть прививка на нем и сам раньше заплодносит потому что это в жестом деле семечками приходится запастись терпением вот тогда и думайте и главное что я хотел сказать мне те вопросы только зацепили меня мою душу как страх почему-то что вишни те же вот видите даже не только вишни кустарниковые но даже вот штамбово вишни дают отводки как этого бояться вырастает великолепное отсадить тут же на 2 3 нет вроде на 2 на 3 и на 4 год вы собираете урожаи точная копия как с этой почему надо этого бояться почему тут же бросают трубку когда я говорю дают отводки сливы китайские их же с рода никто никогда не привал и размножаются они отводками дают быстрое урожае плоды сладкие кисло-сладкие сладко-кислое слащавое есть невозможно почему надо бояться этих вот возле дома смотрите растет уже взрослая готовая вишня видите и всего три года четыре она в тени поэтому медленно растет почему надо этого бояться и каждый второй обязательно спросит почему я поднял этот вопрос вот сейчас для всех отводки есть отводки дает эти самые дает порс а но люди используют обычно другое слово порсы дает я говорю конечно дает трубки бум 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 все что с народом кто им внушил эту неназь ведь когда Если ты их не нужен Когда ты косишь траву Они попадают под косу Не больше чем Допустим карандаш Уже под косу попали Если уж не нужны А вот то что они дают Вот это есть та самая Она не дикая эта вишня Она отечавшая Она та самая Которую Владимирской называли Ну пожила в Сибири Но это же чудо Ваше родное Вы знаете Уникальное место Видите девятиэтажку Теплынь идет от города А с этой стороны Незамерзающая не сеть Вот Здесь не бывает не то что 40 35 не бывает Это уникальное место И причем все остальное Что что надо Достаточно сквозь климат Не считая последнего года Вот Ну здесь-то должно расти Это лучше чем у меня Что вы думаете Смотрим На всех деревьях Купил эту Долбаную Я уже другое слово не подберу Долбаную Долбаную Клей-клейлов Который должен ловить тараканов Мышей А эти подлинники Народишко Торговцы Придумали Что он спасает От муравьев И загубили По России Миллионы деревьев Это сейчас стало Главным бедствием Вот конкретный пример Он все деревья Намазал Видите Вторая причина У него Вот когда вот сюда Я пальцы опускал Вот тут стояли лужи Еще недели раньше Тут снег тавил И промерзшая земля была Все недели раньше Когда я первый раз С него попал Я туда ладонь Засовывал Соликом В воду Вот Но это еще Яблони Она терпит Вот Но Смотрите дальше Я ее беру Она же Вот Все это уже гниет Я ему сказал Берете Растворитель Берете Керосин Что угодно Оттирайте Пока не поздно Может спасет И Учитывая Что уже Кораль Подгнила Я делаю Сильнейшую обрезку Вот тут я сказал Я тебе обрезку сделаю Вот это моя работа Смотрим дальше Вот это вот Опять Тут все гнилое У него саженцы Молодые Были Тут плохо видно Вот Привиты почкой Так А раз привиты почкой Значит подвой У них Вегетативный Вы понимаете То есть Корневой шейки нет Это палка И он гниет У него начал гнить А здесь ямка И опять Здесь стояла лужа На тот момент Ну не было фотоаппарата А он неделю На рыбалку уехал А когда вернулся Уже подсохло А то было Однагляднее Смотрим дальше Пришлось мне Бедному Резать Резать Оставлять Вот этот Пенек Сказать Вот это Выкапываешь Шанс Спасти Есть Так Делаешь Холм И садишь Уже на холм Вот Может быть Еще спасется Потом Значит Он пытался При мне Это Секат У меня в руках Говорит Отрежьте мне Вот эту ветку Я говорю Зачем Это же будущее Крона Как Крона Говорит Вот так Зачем ее Отрезать А многие Кстати Считают Что она Никогда Плодоносить Не будет Чушь Собачья Вот Битую Башку И все Также Обмазано Клеем Но здесь Дерево Покрепче Потому что Оно Более Задубевшая Кора Может быть Она еще Поживет Вот Когда Такие Ветки Выбрасывают Значит Это сигнал Неблагополучие Неблагополучие Вот отсюда Потому что Это дерево Было Труднее Убить И ямки Нет Оно Еще Поживет Вот Это дерево У него Видите Смотрите Везде Уже Солнышко Оттаивает А он Взял Тут Запад Вот тут А тут Юг И с той стороны И с той стороны Она фактически В тени Когда она в тени Она не погибла Она Дала Просто Жалкий Скелет Которому Не хватило Солнца Видите Тянется Вверх Она даже Цвести Собирается Вот Но Он его Фактически Уже угробил Опять Обмазал Вот Теперь Следующее дерево Видите Мне пришлось Его так же Обрезать По принципу И спасая Вот После этой обрезки На новом месте Может Может еще Поживет Вот Это дерево Он тоже Изувечья Вот Опять Этот клей Как бы Это Если бы На стране Хоть Давали бы Трибуну Миллионы людей Не Вы 500 человек За неделю А может и меньше А 500 тысяч Чтобы увидела Чтобы я Громко На всю страну Никто больше Не говорит Об этом Сказал Спасайте Свои деревья Кто успеет Вот Вот это все Убирайте Эту клей И не мусите И муравьев Это все Дурь Муравьи Нападают Только на Деревья Больные Ну как Нападают Больное Дерево Служит Пищевой Цепочкой Больное Здоровое Дерево Не служит Пищевой Цепочкой Только через Плоды А больное Через листья А люди Этого Не знают И вот Как это Где эта Трибуна Чтобы об этом Узнали Миллионы Ведь торгаши Торжествуют Продавая Одноверную Смерть Хоть бы Кто-то Догадался Ну обмотай Если уж ты Ненавидишь Мурайев Обмотай Это самое Вначале Штампа Потом Поверх Уже Наноси Но не На живую Хору Вот это Дерево Я его спрашиваю А эти ветки Отсохли Или просто Мешали Он говорит Мешали Теперь он говорит Давайте Константинович Вот эти отрежу Ну что Доигрался Вот здесь вот Если хорошо Приглядеться Да Смотрите Вот это место Уже мертво Кора Мертвела Так Вот Здесь тоже Ток Как сказать Транспортной Артерии Уже И у этого Дерева Видно Что он Мертвел Правильно Вот И У этого Дерева Благодаря Вот этой Страшной Ране То же самое То есть Этому Дереву Уже Обречено Но оно В нижней части Выбросило Запасные ветки Они уже Не запасные Это Будущая Крона Разве Можно их убирать Ну раз уж Ты убил Дерево Но не все А еще Там бы Что-то осталось То будь добр Дай вот этим Расти Так я ему Объяснил И вам Объясняю А доль Началась С того Что он Здорово Ветки Отрезал Кто его Научил А Ну да Ясно Кто Вот Здесь тоже Язвы Вот эти Раны Никогда Не 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 То самое Не Даже В Сибири У нас Они никогда Не заросают Никогда Остается Страшная Язва Эта язва Делает Дерево Слабым Вот эта Ветка Которая Смотрит Бог И вот Здесь Уже Теряется Прочность Почему Вообще Вот это Все Превращается В прошлое Гнайник Так Устроила Природа Нельзя Делать Ветки Поверьте Сухую ветку Оставь Она была Более Живая Но раз Уж Получилось Что Отрезать Допустим Она высохла Живой Вообще Нельзя Отрезать А сухую Оставь Пенечек Хотя бы Сантиметров Двадцать Он Не так Болезненно Будет Вот Видите Погубил Дерево Сам Взять Вот это Все Обмазать Чтобы Она Сгнила Вот Это Все Он Замазал Как Не Понять Что Там Кора Под Клеем Сгнивает Вот Такой Сад Еще Весь Ну Здесь Что Получилось Опять Он Выбрал Место Где Вечная Тень Еще Одно Место Выбрал Вечная Тень Даже Не задумывай Где Садить В школе Надо Изучать Что Есть Фотосинтез Вот Есть Солнечная Батарея Лист Это Солнечная Батарея А Где Она Солнце Вот Так Еще Одно Сгнивил Дерево Еще Одно Дерево Фактически Угробил Но Это Разве Дерево Это Породия Посмотрите Ветки Начали Отсыхать Видите А Почему А Причина Вот Она И В ямку Посажен Только Плохо Видно И Уничтожил Кору Вот Она Гибнет Вот Любовь Что Я Сделал А Кстати Это Еще Одно Видите Опять Уничтожил Своими руками Сад Уничтожил Вот И Наконец И Эта Обмазана Вот Вот Это Чтобы Мне Напоминал Растворитель Растворитель А Здесь Все Здесь Привито Все На Этот Почему Ему Не гнить Корневой шейки Нет Вот Замазал Все Это Вот Все Дерево Считайте Уже Инвалид Его Не спасти Вот Это Я Посоветовал Спасти Как Я Лично Отрезал Вот Так И Сказал Пересаживай Вот Потом Я Подумал Подумал Посмотрел Не выживет Тогда Резонол Еще раз Пониже Две Три Почки Пойдут Рост Может Еще Спасет Это Ямка А здесь Вообще Ямка Знаете Какая Была У меня Туда Целиком Ладоль Вертикальная Влезла И Вот Так До Сих Пор Была В воде Я Говорю Суй туда Руку Ну Это Заросла Она Вот Так Глубокая Глубокая Понятно Да Здравствует Это Учителя Кто В Ямке Учис Садить Вот Научили Дерево Было Дерево Не За Что Деньги Выбросил Вот Это Преличное Дерево Из Тех Старых Деревок Которых Черт Знает Когда Посадили Но Зато Несъедобно То Сада Нет Вот Мой Вывод Мертвый Сад Вот Так Растут Вишни Вот Эти Ветки Совсем Немного Свешиваются По моему Сторону Но Немного Немного Но Их Тысячи Этих Получается Плодов Перевешиваются На эту Сторону И Результат Собрать Их Невозможно Было Все Расчелканы Вот Все Это Должно Было Пойти В науку То Я вам Показал Три Этих Три Банки Да Вот А Можно Было Собрать Тридцать Таких Банок А Если Очень Постараться Сто Банок Вот Никому Не Надо Вот Одном Месте И В другом Месте Видите Сколько Добра Вот Каждая Семечка Может Стать В общем Можно Возродить Сады Вот Горькая Правда А Это Абрикосы Вот Они Тоже Расчелканы Вот В одном Месте Вот В другом Месте Это То Что Я Недособирал Не Хватило Терпение Висели До Самой Зимы Уже Никто И Не Собирал Вот Колновидная Яблоня В моем Саду Я Перестал Заниматься Практически Бесперспективно Одно Хочу Сказать Если Уж Вот Так Две Почки Пошли Обе В рост Зачем Его Не Старать Ведь Я Должен Был Вот Эту Ветку Целиком Отрезать Вот Эти Ветки Целиком Ну И Где Бо Плодоносит Запоминайте Вот Это Все На Юге Может Год Два Поплодоносит Вот Здесь Видите А у Нас Они Как Правило Мертвы Сразу Становятся Ну Пару Яблочек Тройка Все А Вот Боковые Ветки Плодоносит Да Но Для Этого Их Не Надо Трогать Самая Большая Дурь Когда Торгаши Чтобы Присылают Вам Когда Закажете Колновит Даже Яблони Они В природе Есть Они Обязательно Трежут Боковые Ветки Скажут Они Вам Не нужны Скорее Дерево Вот Ну И вопрос Мне задали Нет ли У меня Саженцев Колон Нету Не хочу Вам Голом Морочить Вот Еще Одна Колонна У меня Видите Просто Интересно Получился Штамп Вот Здесь Если Приглядеться Вот Здесь Видите Отмерзает Когда Отмерзло Пошли Ветки Одна Вторая Треть Черт Вот 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 И я сейчас Дуру должен Их Отрезать Поверьте Это Очень Распространенный Совет Вот Запрет На обрезку Это Тоже Сейчас Будем На сегодня Заканчивать Хотя В общем То Не Все Рассказал Но У нас Будет Много Вебинаров Вот Когда Почка Берется С боковой Ветки Когда Прививается Ее удается С трудом Выпрямить А дальше Головная Боль Она Специально Берет Жмой Сан Она вот Растет Как Желает Она же Боковая У нее Своя Программа Была Выпрямили Ножа Расти Вверх А дальше По науке Я должен Все это Отрезать Еще на Кольцо Вот Кто летом Видел Фотографию Они Плодоносили Вот эти Ветки Уже Глупость Так Вот Как бы Сказать Хочется Чтобы Оставили Дерево В покое Раз уж Изувечили Дерево Выпрямив Ветку Мы уже Поступили Нехорошо Прививка Это Страшная Рана Это Болезненное Приживание Почки Расположены Хаотично Это Не сеянет Ну и Пусть Себя Растет Как Растет Оставьте В покое Фундук 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 Наконец-то Решился я Застратифицировал Сергею Некогда Вот Все Вот Только Вот Столько Вот Стратифицировал Я их Где-то Два Месяца Посадил А Сергею Сказал Ну Руку Набиваю Потому Что Я Первый раз В жизни Это делал Вот Сколько Взойдет Посмотрим Посаженный Квадратно Где-то Способ Видно Будет Процент Схожести Будет Ли У него Покупаться Этим Заниматься Он Махнул Рукой Ему Не до Этого Вот А я Остановиться Не могу Потому Что Фундук Это Ценейшее Это Как Кролик 3-4 Килограмма Ценейшего Етического Мяса Так Вот Согласитесь Что Если Это Выросло В моем Саду Да Смотрите Вот Полноценное Два Дерева Помельче Лищина И Покрупнее Фундук Посмотрим Это Знаете Как Шелковица Одна Из вас Дама Которая Наверняка Меня Слышит Знаете Что Она Мне Написала Помните Как Была Это Полцарство За Коня Лозунг Знаете Она Написала Вы Мне Саженец Вырастите Я Десять Тысяч Отдам Саню Я Никогда Не Взял С Такого Чека С Любого Десять Тысяч Да Я Не Такой Жлоб Но Я Долго Объяснял Что Я Уже Обжегся Когда Вырастил А Продать Не Мог Никому Не Нужны Были А Тут Чеку Понабился Саженец И Готов Заплатить Десять Тысяч Ладно Так же Фундук Нужен Не Нужен Посмотрим Зимняя Теплица Сергей Побрезал Чертой Матери Эти Персики На Черенки Вот Я Растил Растил Я Здесь Посадил Однолетки Сеянцы Так Вот И Когда Пришла Зима Совершенно Сухая Почва 300 Рублей Даю Соседке По Красному Хутору Говорю Натаскай Туда Снегу Зачем Сам Не знаю Может Быть И так Обошлось Но Я Привычка Сработала Я Сказал Натаскай Туда Снегу Она Натаскала Посмотрим Что Будет Им Пойдет Весной Третий Год И На Некоторых Цветочки Есть Посмотрим Что Будет Цель Такая В благоприятных Условиях Плоды Должны Укрупниться А Вот Доказательство Тому Это Судовод Соломай Сахалина Который Укрупнил Мои Маджорские Ой Мои Охранские Персики Три Четыре Раза Вырастил Теплица Тут Ладно Идем Дальше Вот Это Биологическая Несовместимость Я Патологоанатом Я Ничего На веру Не Принимаю Вот Это Разновидовая Прививки Вот Так Они Выглядят Внутри Просто Без Деталей Чтобы Вы Знали Когда У вас Погибает Дерево Берете Секатор Понятно Да А потом А потому Что Это Это Надо Знать Вот Вот Эти Цветы Никогда Не Обрывайте Они Сами Отварятся Редчайший Случай Один из Тысяч Когда Повесит Плон Просто Не Лесь Сам Обще Образуется А вот Это Часто Я Очень Явление Почему Потому Что Любой Почке Двойное Назначение Она И Цветочная У нее Есть Гена И цветок Есть Гена Ростовых Веток Она Выбирает Что Ей Лучше Да Есть Возможность Нормально Расти Будет Расти Ветка Изувечили А ведь Это Изувечины Чернки Значит Постарается Дать Урожай У нее Ничего Не Получится Но Инстинкт Продолжение Рода Срабатывает Не Надо Этого Бояться Вот А Помните То Это Самое Туда Мо Которая Вырастила И Сказала С восторгом Вот У нее Первом Году Жизни Заложили Помните Да Заложили Цветы И Какие У нее Оказывается Скороплодные Как будто Она На второй На третий Год Даст Урожай Черт Первое Что Она Увидела Сделала Неправильный Вывод И Давай Трещать На всю Россию Так Это Сейчас Поздновато И так Все Рассветкает Но В феврале Я проверял Было 40 градусов Замерзает Не Замерзает Это Один Способ Проверки Вот Это Вот Тот Самый Многоважаемый Мной Якобы Жирующий Побег Я Показываю Причину Еще раз Показываю Потому что Дураков Хватает Вся ветка Вылеза Снизу Показывает Видите Дерево Больше 30 лет Это у меня Ему давно Пора Помереть Она не Хочется Помирать Как она Не хочет Помирать Там Вверху Уже Половина Веток Отсохла Выше Так Вот как Тот Дерево Вот залит Посмотрите Видите Я ветку Обрезал Сухую Вот Видите Рана Вот Еще живая Посмотрите Даже на дальнюю Гляньте Видите Снизу Пошли Вот В этом Думе Раньше Я должен Уничтожить Их ненависть Просто Вопьется Вьется Со всех Экранов Со всех Фильмов Со всех Этих Сайтов Со всех Этих Ненависть К волчкам А это Будущая Экрана И вот Здесь Вот эта Ветка Вот она Снизу Пошла Вверху Еще Год Два Поживет Умрет Не умрет Она Может и не умрет Они так Хорошо Восстанавливаются Там Внутри Начинается Процесс Восстановления Даже Когда Кора Вот так Вот летает Смотришь Там Молодая Кора Не Смерть А это Но Тем не Менее Вот это Очень Красноречиво Вот Здесь Страшнейший Морзобой Так Страшнейший И дерево Решило Что Сюда Расти Уже Бесполезно Оно Дает Запасую Крону Страшный Сон Вам тут же Любой скажет Из 1000 авторов Отрезать А вы этого Делать не будете Так Это Манжурский Абрикос Сианец Почему без Центрального Корня Я их Использовал Вот так Смотрите Еще Пару минут Вот это Я Сижу И делаю Прививку За столом Она конечно Уступает Прививке На месте Когда укорененная По качеству Это понятно Но обратите Внимание Что все таки Довольно прилично Корней Видите Сейчас я пробегусь По быстрому Видите Видите Вот Вот так еще Можно чего-то добиться Варбу Горкова Здесь Вода Макать Каждый раз Макать Макать Рану То есть Кососерез Или клин Пленка Та самая Вот она Которую Продаю Но первую Слабовато Так Вот И Сам черенок Очень Важно Отрезать Так Чтоб Вот эта Часть Самая Ценная Шла На Прививку Заметьте Не середину Ветки Не выше Ветки Вот И еще Вернусь Обратно И Мое время Истекло Два часа Ровно Прошло Смотрите Почему Вот такие Вот берутся Значит Это не в хорошей жизни Просто Вот Сергей Вырастил Да Один год Вот А у него Не купили И Столько Привить Невозможно Потому что Привешься Опять не купят Тогда он Берет Это горькая Правда И пересаживает Эта пересадка Он Задерживает Рост Но При этом Не серживается Центральный Корик Он когда-то Отрастет Но потом Это еще По-божески Но именно Этот способ Специально Называется Пикировка Использует У него Это вынужденная Мера Ну как Ну Мне ноги Не позволяют Становиться На колени Вот Видите Я вынужден Сидеть Да Вот Здесь Достаточно Земли Корни Как видите Вот так Вот Это Компромисс Между Халтурой И Качеством Качество Это Я показывал Сергея Который Привает Прямо На земле Вот Где-то Самые Прекрасные Растут А это Как бы Компромисс В общем Я все еще Заканчиваю Тему Привок И никак Не закончу Ну На сегодня Все Два часа Прошло Вот Ну Я рассказал Где-то Две трети От того Что собирался Сегодня Ничего Вот Сейчас Мы переходим К вопросам Ответам И Будем ждать Следующего Вебинара Как Говорил Рабинович Не дождетесь Ясно Так Антон Валерьевич Если вы не слышите Меняем Границу А я На кухню Так Ну Обычно В таких Случаах Уже Перыв Пять минут И Будем Продолжать Еще